Добрый день! Я рада приветствовать вас на канале Лена Смит Стич. Это канал о вышивке крестиком, и не только вышивке, и не только крестиком. И мы начинаем второе видео по игре от Ольги Хобби-Арт «Вышить всё». Я вышивала вот этот четвёртый процесс под названием «Орнамент». Поэтому хочу вам представить продвижение на нём. Итак, вот, где-то вот в этом районе была финальная версия его. И вот теперь дошита ещё одна линия до конца. Такой малюсенький кусочек новой линии. Да, выглядит не очень, я согласна. Этот синий фрагмент вообще тут ни при чём. Я бы сказала, много могла бы придумать поговорок про непришей кобыль и хвост и так далее. Но что делать? У меня остался только синий цвет. Других синих цветов или оттенков голубых, или даже приближенных к сиреню, фиолетовому. К сожалению, нету среди тех ниток, которые у меня отложены для этого странноватого процесса. Но что делать? Поэтому их использовать тоже нужно. Хотя, не знаю, возможно, было бы лучше именно синие цвета эти убрать. Но уже я вышила, значит вышила. И у меня на этой работе получилось выше 1047 крестиков. Я их и запишу сюда. Вот сюда, на вторую неделю. 1047 крестиков. Что ж, я думаю, продвижения видны, поднятны. А мы не будем затягивать дальше и кинем кубик. Вот моя игра, она как раз остановлена на четвёрочке, которая и была в прошлый раз. Кинем кубик ещё раз. Номер 2. Очень хорошо. Это процесс, который я называю гитара. Вот, поставим сюда точечку. На всякий случай, и покажу вам, уберём это. И покажу вам, что у меня есть на данный момент. Итак, так выглядит превью, точнее схема этого процесса. Вот на таком этапе, на данный момент, у меня вышивка. Один раз я повышивала её, и вот такой кусочек замечательный у меня получился. Я не стала утюжить, я поутюжу, постираю уже в конце, в самом. Вот, пока на таком этапе работа. Здесь чуть более, чем 8000 крестиков всего, поэтому продвижения в 1000 на ней достаточно заметны. Что ж, не будем затягивать, ещё раз повторюсь. Пусть мы теперь увидимся через 1000 крестиков. И вот прошла очередная 1000 крестиков на моём процессе гитара. Посмотрите, что у меня получилось. Вот такая абстракция. Мне это напоминает картину в стиле кубизм или что-то в этом роде. По-моему, выглядит очень симпатично. Ну, как вы можете видеть, добавились вот эти тёмные в основном цвета, голубоватые, синие. Вот. И это сейчас перед вами плюс 1058 крестиков. Вот такой процесс. Я думаю, что цвета не совсем совпадают с тем, какие должны были быть, потому что я использую нитки СХС, а не ДМС. Но, независимо от того, что, возможно, оттенки скачут и не являются такими, какими задуманным, результат мне очень нравится. Я думаю, что в финале гитара будет выглядеть очень хорошо. Запишу сюда, где гитара. 1058 крестиков. Так. Ну, а теперь кину кубик ещё раз. Итак, вот моё приложение, которое я использую вместо кубика. Посмотрим, что на этот раз. И мне бы очень хотелось, чтобы это были уже королевства книг, которые пока что за 6 бросков не выпадало ни разу. Посмотрим. 4. 4. И это снова мой орнамент. Как вижу, кубик или приложение очень его любит. Так. Посмотрим, как же выглядит сейчас орнамент. И посмотрим, куда будем двигаться дальше. Так. Вот он мой один из любимейших процессов. Я закончила вышивать вот в этом месте. Только началась четвёртая полосочка с серым цветом. Ну, и пойду я дальше в эту сторону. Я думаю, что где-то до сих, до сих, до сих, ну, половина полосочки будет в следующий раз, когда мы с вами увидимся. Вот он мой симпатичный процесс. Напишите, нравится он вам так же, как и мне. Не знаю, мне кажется, на камеру он выглядит ещё лучше, чем вживую. Как бы там ни было, увидимся через тысячу крестиков. Прошла ещё одна тысяча крестиков, а если быть точнее, тысячу сорок пять крестиков, которые я сразу сюда и запишу. Тысячу сорок пять. Ну, а теперь покажу вам, что у меня получилось. Вот, как видите, от этого угла пошла в сторону такая тоже серо-коричневая линеечка. Полосочка орнамента. Вот этот кусочек, это тысяча сорок пять крестиков. За исключением такого маленького уголочка, который здесь был. Ну, вот, собственно, и всё, что рассказать про эту работу. Почему-то за меня сейчас привлекают именно вот эти цвета. Я ими закончила пасму в прошлый раз, потом этот синий фрагментик, не очень хороший, и пошла сюда. Я думаю, что теперь после коричневого, когда в следующий раз выпадет кубик на цифру четыре, я возьму либо вот такие бордовые цвета, уйду в чёрный, либо пойду вот после коричневого снова в оранжевый, зелёный и так далее. Не могу сказать, это всё происходит по наитию, как мне велит мой взгляд, моё сердце в конкретный момент, я особо не прогнозирую. Ну что ж, ну, будем кидать кубик ещё раз. Так, вот моё приложение, оно стоит на цифре шесть сейчас. Чего бы я хотела? Ммм, даже не знаю. Вот, наверное, я бы не отказалась даже ещё раз повышевать этот орнамент. Ну что ж, кидаем. Шесть. Ура! Я очень довольна, потому что шестёрка ещё не выпадала ни разу. Так, посмотрите. Это процесс королевства книг. Вот, ещё не было ни одного числа здесь записано. Что ж, через секунду покажу вам его. Вот превью этого набора. Я думаю, вы все его знаете. Это набор от фирмы «Сделай своими руками», королевства книг. Очень красивый, безумный. Мне кажется, он был очень-очень популярный и отшиватый. И его отшивали многие года три назад. Именно тогда я впервые его увидела. И он мне понравился. И мне захотелось его вышить. Но, к сожалению, в тот момент у меня не было возможности приобрести ни схему, ни набор тем более. И только буквально, наверное, месяц назад или около того, я мысленно вернулась к этому набору. Вспомнила о его существовании и нашла его и купила для себя. Вот. В таком виде у меня хранится непрезентабельно этот процесс. Я его уже показывала, когда выбирала номера, выбирала процессы для этой игры. Вот так выглядит пока что моя работа. На данный момент здесь есть 13 555 крестиков вышито. Ну что ж, я очень рада, что она выпала, наконец-то. И теперь мы увидимся через тысячу крестиков. До встречи! Пролетела еще одна тысяча крестиков, а точнее 1058 крестиков на процессе Королевства Книг. И я хочу вам показать, что изменилось. Вот, посмотрите. Как вы видите, добавилось значительно в четвертой книге. На этом процессе очень хорошо видны продвижения, потому что она идет поэтапно. Вот. Вы видите, появились вот здесь окошки. Вот эти заполнились полностью. Появилось вот это, скажем так, блик на книге. В том числе и с рисунком. То есть вот эти вот сиреневые цвета, розовый. Ну и все коричневые цвета вот здесь. В самой книге вышить осталось совсем немного. Там идут такие желто-золотистые цвета. Вот здесь рамка вокруг дверцы. И вот здесь немножечко рамы окон. Я думаю, что именно в самой книге не более 150 крестиков осталось. Ну и потом я буду дальше вышивать, когда выпадет этот процесс, пол. Полочку под книгой. О, вышло солнышко. Решила показать вам, какие цвета яркие. Да, не очень хорошо. Ну что ж, я не властна над погодой. Ничего не могу с этим поделать. Ну в общем, что я буду вышивать дальше? Сюда пол и пойду вышивать дальше следующую книгу. Так, запишу. Так, оставлю любоваться. Или ладно, не буду двигаться. Запишу в королевство книг 1058 крестиков. Только сейчас обратила внимание, что на гитаре, которую я вышивала до этого, в этом эпизоде игры, тоже было 1058 крестиков. Так спало, интересно. Ну что ж, а ну-ка я пересчитаю, сколько у меня было выпадений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, сейчас я брошу кубик, мне выпадет какой-то процесс, я отошью на нем тысячу, и после этого я смогу отшить бонусную тысячу крестиков. У меня уже есть идея, куда я ее использую. А еще я хотела бы вам сказать, что мне бы хотелось услышать ваши комментарии по поводу изменения картинки каждый раз в эпизоде. Дело в том, что для того, чтобы отснять очередной кусочек видео, мне приходится ставить камеру заново, потому что у меня маленький ребенок, и оставить камеру на штативе, это значит обречь ее на возможное падение. Поэтому мне приходится каждый раз после съемки очередного кусочка убирать и ставить камеру заново. Я надеюсь, это не сильно раздражает то, что картинка все время меняется, угол съемки, потому что, ну, я не могу зафиксировать его. В общем, напишите, что вы об этом думаете, а пока давайте перебросим кубик. Вот приложение мое. Ну что ж, не знаю, что загадать. Мне хочется повышевать все. И даже то, что выпадало уже по нескольку раз. Ну, с Богом. Пять. И это морское настроение. Старт нового процесса. Сейчас-ка я его вам покажу. Вот так выглядит этот набор. Четыре морских чудесных миниатюрки. Ну, кажется, я вам его не так давно показывала. Поэтому смысла показывать еще раз нет. Единственное, что я не знаю, с чего начать, с которого. Пожалуй, 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 пожалуй. Мне очень нравится якорь и очень нравится маяк. Ну, корабль и компас тоже очень хорошие, но именно якорь и маяк почему-то очень сильно отзываются в моей душе. Ну, или пойдем по порядку, или пойдем, наоборот, с того, что нравится меньше, чтобы отшить, справиться и забыть. Я думаю, я не уверена, но, наверное, в одной работе не будет тысячи крестиков. Не знаю. Ну, хорошо. Я думаю, что через секунду или через несколько секунд вы обо всем узнаете. Вот и пролетели две тысячи крестиков. Как вы помните, я должна была вышить тысячу на процессе номер пять, морское настроение. И у меня была еще одна бонусная тысяча за то, что я выполнила уже десять заданий кубика. И вот, что у меня получилось. Посмотрите. У меня получилось вышить две такие замечательные фигурки. Кораблик и маяк. По-моему, цвета очень красивые. Картинки получились очень яркими и по-настоящему морскими. В этой картинке я попробовала обрезать край. Вот, я еще ни разу такого не делала. Вот, и так оказалось очень легко, просто, незамысловато. Чтобы поподробнее сказать о цифрах. В кораблике семьсот восемьдесят шесть крестиков. Ну, считая вместе с бэкстичем. А в маяке шестьсот тридцать. Вот. Почему я вышила так много? То есть, в сумме это больше тысячи четырехсот крестиков. Потому что у меня была бонусная тысяча, которую я захотела потратить на свой процесс, который вышиваю в рамках совместного проекта. Вот Анастасия Славиной в инстаграм. Это вот такой авокадик. Так как в нем совсем мало крестиков, всего шестьсот семьдесят два, я решила объединить эти две работы. И в сумме у меня получилось две тысячи восемьдесят восемь крестиков. Такие три маленькие миниатюрки у меня получились. По-моему, они очень забавные. Что же касается вот этой работы морского настроения, я разместила маяк максимально близко к этому краю, а кораблик к этому. И честно могу сказать, что нам, по моим прикидкам, тут по центру можно будет вышить еще одну из этих четырех картинок и таким образом сэкономить пластик. У меня есть такая задумка, да? Вот. Что ж, вот такие малыши у меня получились. Я хочу записать их в свою табличку на морское настроение. И я напишу тысячу четыреста шестнадцать крестиков. И на дополнительную часть запишу шестьсот семьдесят два. Таким образом, у меня подходит к концу второй эпизод съемок видео по игре «Вышить все». В сумме получилось за этот эпизод шесть тысяч двести шестнадцать крестиков. По-моему, отличное продвижение. Вот. Что бы мне хотелось еще? Наверное, перед тем, как завершить эпизод, я кину кубик на следующую неделю, на следующий эпизод, чтобы и вы, и я могли уже предвкушать, с какого процесса начнется следующее видео. Поэтому возьму свой телефон. Вот мой кубик интерактивный. Ну и... Чего бы мне хотелось? Пожалуй, чтобы выпала троечка, и наконец-то начать этот процесс, который не выпадал еще ни разу. Авокадо. Люблю авокадо. Шесть. А шесть — это у меня королевство книг. Что ж. Напомню, как оно выглядит на данном этапе. Вот так. Готовы три книги полностью, если не считать бэкстич. Четвертая книга не дошита буквально сто... Может быть, максимум сто пятьдесят крестиков. Но я пойду вышивать в эту сторону. Дошью незашитые участки здесь, в окошках, дверцы. И пойду вышивать пол под книгами. Я думаю, что, возможно... Ну, пятьсот крестиков тут будет точно. Насчет тысячи не знаю, но если будет меньше тысячи, то пойду вышивать следующую книгу. Ну, что ж. А на этой оптимистичной ноте буду прощаться с вами. Надеюсь, мои продвижения, мои более шести тысяч крестиков за этот эпизод вам понравились. Напишите в комментариях, за какой процесс вы болеете больше всего. Какой бы вам хотелось увидеть чаще. Надеюсь, мы скоро увидимся. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин